Открытые, всеобщие, прямые – вот какими должны быть политические выборы в России. Соглашение о честных выборах подписали представители основных политических сил региона. Накануне старта осенней кампании в областной общественной палате прошла встреча руководителей партий, представленных на Среднем Урале. В преддверии единого дня голосования председатель общественной палаты Свердловской области Станислав Набойченко пояснил, что именно от таких относительно небольших муниципалитетов, как Артёмовский городской округ, зависит жизнь всего региона. Какая власть, такое идёт дальнейшее управление, а значит жизнь нашему региону. Вот по ходу подготовки выборов мы будем ещё раз встречаться с представителями партии, чтобы выяснить, какие сложности, какие недочёты. Мы готовы рассматривать любые обращения в адрес общественной палаты по фактам неуставных ситуаций в процессе выборов. Давайте ему принципиальную оценку, поправлять разъяснительной работой. Кроме того, председатель общественной палаты обозначил основные вопросы, которые были затронуты на встрече с руководителями партийных общественных организаций. Общественная палата провела встречу с руководителями партийных общественных организаций. Их у нас всего 63. И на этой встрече произошёл обмен мнениями. Было подготовлено обращение к предстоящим выборам. Я процитирую наиболее значимые мысли, которые в этом соглашении указаны. Это соглашение подписали руководители политических организаций. Они скреплены подвисьми, печатины и хранятся в делах общественной палаты. Основная мысль – отказ от использования приёмов и методов предвыборной борьбы, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей области. Второе – недопущение распространения недостоверной информации, заведомо ложных сведений в адрес политических партий и кандидатов на выборные должности. Ну и ещё одно отмечу – уважение права каждого избирателя по свободу выборов, исключение попыток подкупа, подкупа избирателей, оказание давления, в общем, всей той грязи, которая, к сожалению, проскальзывает во время выборов. Суть соглашения – отказ от использования чёрных технологий компромата, а также исключение подкупа избирателей. Сейчас завершилась в области регистрация кандидатов в единый день голосования – 13 сентября. Выборы пройдут в девяти муниципалитетах области. Жители будут выбирать главу и депутатов местных дум. В Артёмовском городском округе выборы главы района пройдут осенью 2016 года. В целом Свердловская область подтвердила статус политически активного региона. В осенней кампании примут участие представители семи политических партий. Всего 168 кандидатов будут претендовать на 33 депутатских мандата. Член общественной палаты Мочилов Олег призвал кандидатов играть по правилам закона. Принципы, на самом деле, я считаю, очень корректные и простые. Соблюдение прав каждого избирателя, невозможность подкупов избирателю, проведение честных, справедливых выборов, невозможность вмешательств, скажем так, иностранных государств или некоммерческих организаций в процессе проведения избирательных кампаний. Все по Конституции, по законодательству, два. И я думаю, что это соглашение, оно полезно, скажем так, будет всем политическим партиям, кандидатам, которые выдвинуты в процессе выборов на осень 2015. Я думаю, что ничего сверхъестественного там нет, поэтому общественная палата рекомендует, все-таки призывает всех наших кандидатов соблюдать, и партии в том числе соблюдать, вот это соглашение, поскольку оно было подписано 31 партией, которая у нас есть. Продолжение следует...